Это Bentley Continental GT 2005 года. Когда эта машина была новой, в 2005 году базовая цена на нее составляла 161 тысячу долларов без опций, которые легко доводили цену до около 200 тысяч долларов. Теперь, почти 10 лет спустя, вот эта продается за 55 тысяч долларов. Все верно, это современная Bentley, которую вы можете купить за ту же цену, за которую можно купить хорошо оснащенную BMW 3 серии. И это не просто какая-то современная Bentley, это машина за 55 тысяч долларов с битурбированным 12-цилиндровым двигателем, который выдает 550 лошадиных сил. Она разгоняется с нуля до сотни за 4,7 секунды, и это всего лишь немногим больше 50 тысяч за хренову Bentley. Сегодня я одолжил эту машину в Ренче Санта-Фе Аутос. Это автосалон здесь, в пригороде Сан-Диего, который специализируется на крутых и экзотических машинах. У них отличный ассортимент всяких машин, включая Феррари, Порше, Астон Мартин. Но я хотел заценить вот эту, потому что я хотел узнать, что вы получите, когда купите поддержанную Bentley за ту же цену, что и хорошую трешку. Сперва беглый обзор. Continental GT вышла как Bentley начального уровня в 2004 модельном году. Это значит, что конкретно это уже второго модельного года. И еще это значит, что да, вы, возможно, сможете найти такую даже дешевле. Хотя я бы не рекомендовал брать слишком дешевую из-за возможных проблем с надежностью. Мне особенно нравится вот эта из-за ее ярко-синего цвета кузова и в равной степени экстравагантного ярко-синего салона. Хотя еще она мне нравится, потому что это 550-ти сильная битурбированная ракета за 55 тысяч. Поэтому сегодня я покажу вам Continental GT и покажу вам фишки особенностей 13-летней поддержанной Bentley. А потом я сяду за руль и буду ее водить. А потом я ценю ее по шкале Дага. И как обычно, если вас интересуют цены на такую в России, то посетите Автору, где на данный момент есть 5 поддержанных Bentley Continental GT. И цены начинаются всего от 2 миллионов рублей. Ссылку вы найдете в описании. Я начну с моей любимой фишки этой машины. Это будет колесо прокрутки мультимедийной системы. Я понимаю, что это звучит скучно, но выслушайте меня, зацените мультимедийная система без тачскрина. Она управляется при помощи 8 этих кнопок по бокам, а также этим большим колесом прокрутки в середине. Крутая вещь в колесе прокрутки то, что оно вращается только до определенной точки. Позвольте мне продемонстрировать. Вот я на карте и делаю приближение. И как видите, колесо прокрутки делает приближение. Но вот я дохожу до предела приближения, и колесо прокрутки больше не будет поворачиваться. Или же я поворачиваю его вправо, чтобы отдалить. Довожу до предела отдаления, и на полном отдалении колесо прокрутки перестает поворачиваться. Колесо прокрутки позволяет мне его поворачивать только до точки, которую позволяет экран меню. И это не только на карте. Вот другой пример. Очень глубоко в настройках мультимедийной системы есть экран, который позволяет вам выбирать, как долго вы хотите, чтобы останавливались включенными фарами после того, как вы заглушили машину, чтобы освещать вам дорогу, когда вы идете к своему дому ночью, неважно. Как вы видите, если я выкручу ее до упора влево, она выключается, и колесо прокрутки перестает поворачиваться. Я выкручиваю его до упора вправо на 180 секунд, и колесо прокрутки перестает поворачиваться. Она поворачивается в середину этого экрана, но он не позволит мне его поворачивать за пределы. И вот другой пример. Настройки навигации. Как вы видите, я прокручиваюсь через настройки навигации, но когда я достигаю нижнего края, колесо перестает поворачиваться. Когда я достигаю верхнего края, колесо тоже перестает поворачиваться. Таким образом, колесо запрограммировано понимать, как выглядит каждое отдельное меню, и как далеко оно может прокручиваться сверху вниз и стороны в сторону, неважно. И когда оно достигает края каждого отдельного меню, то колесо понимает, что пришло время прекратить поворачиваться. А вот другая невероятная вещь на экранах, в которых не используется колесо, оно просто вообще не поворачивается. Вот я захожу в меню телефона, телефон не подключен, поэтому оно ничего не делает. И колесо прокрутки зафиксировано, вы не можете его крутить, но я возвращаюсь на карту, и я опять-таки могу его двигать для приближения и отдаления на карте, пока оно не достигает своих ограничений. Далее мы переходим к моей следующей любимой фишке, и это то, что Бентли сделали шильдиком с буквой B. Вот сейчас я сзади машины, и вы видите, что здесь сзади нет кнопки открытия багажника. Здесь нет такой штучки, которая открывается рукой снизу, чтобы открыть багажник, а вот на самом деле она есть, и это шильдик с буквой B. Нажимаете на него, и теперь багажник отперт, и теперь я могу его открыть. Захлопываете, он закрылся, нажимаете на B, и он открылся, довольно круто. Но это даже близко не так круто, как то, что происходит здесь. Чтобы открыть капот, все довольно стандартно. Есть небольшой рычаг в водительском ножном колодце, тянете за него, и капот отпирается. Но когда вы подходите сюда и ищете рычаг капота, то найти его вы не можете, потому что его нет. А вот на самом деле он есть, и это небольшая буква B в шильдике Бентли. Тянете за нее, это отпирает капот, и вы можете его поднять. И это довольно круто. Как это работает, когда вы тянете рычаг в водительском ножном колодце, это открывает букву B и выдвигает ее вперед. И у вас появляется пространство, чтобы ее вытянуть и затем открыть капот. При обычной езде эта буква B стоит заподлицо, как традиционный шильдик Бентли. Ну, возможно, самый интересный шильдик с буквой B из всех находится в салоне, а именно на рычаге переключений. Сверху рычага находится буква B, Бентли. Это небольшая кнопка, которую вы нажимаете, чтобы переключать передачи. Паркинг, задняя, нейтралка и драйв. Тем не менее, если вы хотите включить машину в спортивный режим или ручной, вы отодвигаете рычаг с драйва, и небольшая буква B задвигается в рычаг, потому что теперь она вам уже не нужна. Вы можете просто двигать рычаг вверх и вниз, чтобы переключать передачи. Когда вы возвращаете его на драйв, кнопка выскакивает обратно, чтобы вы могли при помощи нее переключиться обратно на паркинг или на заднюю. Это очень хорошее внимание к деталям от Бентли, и крутой способ сделать кнопку переключения немного большим, чем просто кнопка переключения. Помимо шильдика с буквой B, одна из интересных вещей в салоне конкретно этой машины, которую мы должны обсудить, то, что здесь все синее. И я действительно имею в виду все синее, сиденье синее, ну это стандартно, рулевое колесо синее становится необычным, коврики синие, центральная консоль и торпеда, все синее. Ну есть и действительно безумные вещи в этой машине, которые тоже синие, ремни безопасности синие, ну это не так уж и необычно, но вот язычки ремней тоже синие, и небольшой ограничитель, который отвечает за то, чтобы язычок оставался под рукой, тоже синий. Даже замок ремня безопасности в этой машине синий. На самом деле они так старались сделать ультра синий салон, что даже козырек синий, и даже небольшая крышечка на зеркале козырька синее. Они тут ничего не пощадили, если вы хотели получить очень синий салон, который, очевидно, и хотел владелец этой машины. Далее я перехожу к некоторым другим интересным вещам в салоне, среди которых есть и очень любопытные. Я начну в середине, где находится управление антикрылом. Так вот, это, вероятно, было одно из первых электрорегулируемых антикрыльев, которые вы могли настраивать при помощи небольшой кнопки. И работает оно немного странно. Если вы нажимаете кнопку, чтобы поднять антикрыло, вот здесь в середине, то антикрыло поднимается вверх и назад, это довольно стандартно. Но если вы нажмете кнопку, чтобы опустить антикрыло, оно не просто уезжает вниз, вместо этого взгляните, что происходит. Оно как бы опускается шажками, и на самом деле вам надо держать кнопку и следить, как сзади антикрыло опускается на каждом отдельном этапе, пока оно не станет заподлицо с багажником. Опять-таки, это не самое элегантное управление антикрылом, но тогда в 2004 и 2005, я полагаю, это было лучше, чем ничего. И далее мы переходим к кнопке рядом с кнопкой антикрыла. И это будет кнопка подвески, которая позволяет вам изменять подвеску со спортивной на комфортную. Что мне нравится в этой кнопке подвески, когда вы ее нажимаете и смотрите на экран мультимедийной системы во время переключения настройок подвески, картинка становится жирнее или тоньше, в зависимости от того, какую настройку подвески вы выбрали. Выглядит забавно, а в сегодняшних машинах было бы просто написано комфорт или нормальный или спорт. А Continental GT прямо показывает, как подвеска становится толще или тоньше, в зависимости от выбранных настроек. Рядом с кнопками подвески и антикрыла вы обнаружите пепельницу, которая выглядит как вполне обычная пепельница, за исключением того, что когда вы ее откроете, то вы не сможете ее достать, чтобы вытряхнуть пепел, что кажется необычным, потому что это вполне очевидная вещь для любой пепельницы, но в ней есть секретка, когда она открыта и вы нажимаете на крышку, то вам подается пепельница, и вы можете пойти и вытряхнуть ее. Вот такая у Bentley Continental GT есть пасхалочка, которая излишне усложняет обычное вытряхивание пепельницы. Далее мы переходим к центральному подлокотнику этого автомобиля, который довольно необычен. Для начала их два. Один с водительской стороны и один с пассажирской, что кажется стандартным, за исключением того, что вы можете их открыть, что уже немного необычно. Внутри центрального подлокотника с водительской стороны находился телефон, который поставлялся вместе с новой машиной. Старомодный телефон, с которого вы могли звонить и прочее. Он был интегрирован в мультимедийную систему. А внутри пассажирского была отдельная трубка, и она называлась приватная трубка. Вы нажимаете эту небольшую серебряную кнопку, и приватная трубка подается вам. Очень грациозно. И как вы видите, на ней есть небольшой шильдик Bentley. По задумке, если вы хотели совершить более конфиденциальный звонок как водитель, то вы могли бы взять приватную трубку, и разговор бы больше не шел через динамики, а только через вашу трубку, чтобы пассажир не услышал, что говорит ваш собеседник. Инструкция владельца показывает, как бы это выглядело, если бы этот телефон был на месте, вместе с приватной трубкой. Другая интересная вещь в центральных подлокотниках, то, что они настраиваемые. Если вам не нравится, когда он в таком положении, вы можете его поднять, и теперь он в таком положении, он зафиксирован. Вы можете поднять его выше, и теперь он в таком положении, и зафиксирован. Если вы хотите опустить его обратно, то поднимаете его до конца, и можете опустить его до конца обратно. И так делают оба подлокотника. пассажирский также можно поднять или убрать обратно это довольно изобретательное решение если вы вообще не хотите подлокотники вы можете поднять их оба наверх и их нет с глаз долой и вы получаете доступ к спрятанному отсеку для предметов открываете этот небольшой отсек и видите что внутри есть такая странная овальная штуковина и это не подстаканник я не совсем понимаешь что должен был удерживать этот овальный держатель но тем не менее он там и это секрет для владельцев бентли continental gt которые никогда не поднимали свои подлокотники далее переходим к паре других интересных вещей здесь на центральной консоли одна из которых вот эта кнопка подписанная global close в поздних моделях continental gt она стала кнопкой стат-стоп двигателя но в первые пару лет вам нужно было вставить ключ в замок зажигание слева от рулевого колеса и кнопка global close была кнопкой global close так что же именно она делает ну если вы в машине то вы можете нажать на небольшую кнопку на дверной панели чтобы запереть или переть двери но если вы нажмете global close она не только запрет двери но также и поднимет все окна и если вы едете с открытыми дверями опущенными окнами и вы захотели чтобы все закрылось и заперлось то вы нажимаете global close и все запирается окна поднимаются нажатием всего одной кнопки я не знаю кто бы мог такое захотеть, но Бентли все равно вам дали такую функцию. Другая интересная вещь здесь на центральной консоли это управление подогревом сидений. В этой машине нет охлаждения сидений, но в ней есть подогрев сидений с шестью различными уровнями подогрева. Мне всегда это казалось очень забавным. Бентли считает, что их покупатели смогут почувствовать разницу между подогревом сидений четвертого уровня и пятого. Ой, что-то недостаточно тепло, давайте-ка увеличу на один. Но не на два, это будет слишком тепло. Я думаю, Бентли переоценили, насколько чувствительны зады их покупателей. Далее несколько других интересных вещей в салоне. Одна из них это лепестки переключения. Мне нравится то, что в этой машине лепестки установлены на рулевой колонке. Таким образом, вы всегда понимаете, где они находятся, когда поворачиваете руль. Поэтому, когда вы посреди поворота, вы понимаете, где именно находятся ваши лепестки, чтобы вы могли переключиться. Обычно такая функция есть только у спортивных машин верхнего сегмента. Хотя в этой машине проблема в том, что когда вы соберетесь включить ваш левый поворотник, то там находится ваш лепесток переключения. Фактически они переместили ручку поворотников в нижнюю часть рулевого колеса. Поэтому, когда вы соберетесь включить поворотник, то вам придется переместить руку вниз, чтобы не задеть лепесток переключения. И я полагаю, теперь мы понимаем, какую проблему создает размещение лепестков на рулевой колонке. Далее мы переходим к дверным панелям, а именно кнопкам стеклоподъемников. В этой машине, хоть у нее и две двери, четыре окна с электроприводом, потому что задние тоже опускаются. И вот кое-что невероятное. В этой машине отдельные замки для задних окон. Если у человека сзади и вас напрягает, что один из них поднимает и опускает все время окно и нервирует вас, то вы можете запереть только одно окно, а другому пассажиру оставить возможность подъема и опускания окна. Обычно в машине вы нажимаете одну единственную кнопку запирания окна. Она запирает все окна. Но в этой машине вы можете выбрать, какое окно вы хотите запереть. Также любопытно в этой небольшой панели управления окнами вы заметите, что там есть кнопки для багажника и лючка бензобака. И у них такой же размер и форма, как и у кнопок стеклоподъемников. Такой красивый серебряный исполнение. Любопытно, что обычно багажник и лючок бензобака открываются такими рычагами, которые вам надо тянуть. Они пластиковые и хреновенькие. Но в этой машине они очень красивые и элегантные, как и все остальное в этом салоне. И говоря о красоте и элегантности, я должен привлечь ваше внимание к кнопке диммера приборной панели. Если вы посмотрите слева от рулевого колеса, то вы ее там увидите. Она выглядит как стандартная кнопка вверх-вниз. Но любопытно, что эти кнопки оказывается наклоняются, когда вы на них нажимаете. Если вы увеличиваете яркость приборной панели, то она наклоняется вверх. А если уменьшаете, то она наклоняется вниз. Бентли могли сделать их обычными кнопками, которые нажимаются внутрь, но вместо этого они сделали их ход с небольшим наклоном, чтобы вы чувствовали, что именно вы нажимаете. И это впечатляющее внимание к деталям. А вот менее впечатляющее внимание к деталям это ключ от этой машины. Это просто ключ от Фольксвагена и Ауди той эпохи, но только с логотипом Бентли сзади. Точно такой же ключ вы бы получили, если бы купили новый Битл с колпаками на колесах в салоне Фольксваген в 95-м году, но по какой-то причине они решили, что он достаточно хорош, чтобы быть в Бентли. На самом деле меня это удивляет, учитывая некоторые другие высококлассные штрихи и уровень исполнения, которыми обладает эта машина. Далее мы переходим к бардачку, в котором вы обнаружите инструкцию владельца и прочие интересные вещи. Моя любимая из них это каталог аксессуаров Бентли. И в нем есть несколько довольно необычных аксессуаров. Начиная с цепей противоскольжения, вы могли купить фирменные цепи противоскольжения Бентли для вашей Continental GT, если у вас в планах была серьезная зимняя езда. Но это не мой любимый аксессуар Бентли. Далее мы переходим к набору аварийных знаков, которые поставлялись не в виде аварийного треугольника, а в виде кое-чего получше. Это такие небольшие аварийные точки, которые вы можете поставить на дороге, которые отражают свет. Вы можете видеть эти точки, они продемонстрированы слева. Кому нужен аварийный треугольник, когда у вас есть крутые точки Бентли? Далее, а еще Бентли продадут вам автомобильные пузыри. На самом деле их даже два, слева квадратный. И то, что справа называется каркун, что я подозреваю является игрой слов, типа кокон для вашей машины, и поэтому каркун. И вы можете купить его непосредственно через каталог аксессуаров Бентли. Но мой любимый аксессуар Бентли, вот этот, запонки свитч. Это запонки с дизайном, повторяющим этот центральный переключатель, который вы используете для изменения настроек в мультимедийном экране. И у вас всегда будет напоминание об этом хорошо спроектированном центральном переключателе каждый раз, когда вы одеваетесь в формальном стиле. Далее переходим к буклету помощи на дороге. Но сначала я хочу обратить ваше внимание на то, что у него очень крутая обложка. В ней есть вырез для логотипа Бентли, который на самом деле на первой странице. Меня это изумляет гораздо больше, чем должно. В любом случае переходим к поддержке на дороге. Там рассказывается про буксировку, замену колес и все прочее. И заканчивается она сообщая, что компенсация по программе будет выплачиваться валюте страны, в которой вы поломались. Таким образом, если вы едете в своем Бентли через Мексику и вы поломались, и вам нужна компенсация транспортных расходов или провести ночь в отеле, то выплачивать ее вам будут в Песо. И это надо иметь в виду, если вы собираетесь ездить в свои Бентли по загранице. Далее переходим к старомодной мультимедийной системе. В ней есть пара интересных вещей, стоящих упоминания, помимо этой центральной крутилки, которой вы всем управляете. Одна из них, если вы нажмете кнопку инфо, то она сообщит вам всю необходимую информацию. Ваше направление движения, улица, на которой вы находитесь, даже ваши координаты. Но также там написано система инфотемента Бентли GT. Она сообщает вам даже самые базовые вещи. На случай, если вам действительно нужна информация. Чё это я веду? Чё это такое? Другая интересная вещь в мультимедийной системе. Если вы нажмете трип, то она покажет вам статистику поездки. Один экран покажет вам статистику поездки с момента, когда вы в последний раз завели машину, то есть в текущей поездке, а другой покажет долгосрочную статистику, то есть с момента последнего сброса системы. Интересная вещь в долгосрочной статистике. Вот она показывает последние 79 километров пробега, которые машина проехала с расходом 31 литр на 100 километров, что не особо образцово. Также я нахожу любопытным, что если вы зайдете в настройки мультимедийной системы, то они позволяют вам выбрать дату. Вы можете зайти и изменить дату, день, месяц и год. Странная вещь, с годом машина позволяет вам выбрать даты вплоть до 2000 года, несмотря на то, что это модель 2005 года. Поэтому она никогда не была в 2000 году, она была собрана позже, но тем не менее вы можете вернуть ее в 2000, если вы хотите вернуться в прошлое даже дальше, чем когда собрали ваш Бентли во время вождения. Далее я перейду к посадке на задний ряд. В этой машине есть задние сидения и, как я часто делаю, я буду на них залазить. И это на самом деле довольно простой процесс. Сначала вы тянете наверх этот серебряный рычаг, который двигает сидение вперед, а затем вы просто складываете спинку сидения. И теперь сидение отодвинуто вперед, и вы можете садиться внутрь, что я сейчас и попытаюсь сделать. И теперь я на заднем ряду Continental GT. Очевидно, тут сзади тесно. Они были спроектированы для редкого использования, и сзади есть пара интересных фишек. Одна из них это задний напольный коврик, который просто уморительный. Это, наверное, самый маленький напольный коврик, что я видел. Он фактически размером с iPad. Но они его сюда добавили, потому что это Бентли. Это то, что они должны были сделать. Другая интересная вещь задета. Насколько тут все похоже на перед? Например, у вас тут есть другая пепельница, идентичная передняя пепельница. И опять-таки, если вы нажмете на крышку, то она выдаст вам пепельницу, чтобы вы могли избавиться от ее содержимого. Также тут сзади есть еще один отсек для предметов. Задвигаете крышку и видите еще один пластиковый овал внутри отсека для предметов, которым можно возить ваши овальные напитки. На заднем ряду даже такая же панель освещения, как на передних сидениях, отделанная деревом, с индивидуальными светильниками для чтения для каждого заднего сидения, даже несмотря на то, что этим, возможно, вообще вряд ли будут пользоваться. На задних сидениях есть еще несколько других интересных вещей, помимо просто подражания передним сидениям. Одна из них то, что здесь все остается синим, даже малюсенькие решетки динамиков задних сидений, которые 5 сантиметров в диаметре, и даже они синие, для того, чтобы каждая деталь в этом салоне была синей. Также достойно упоминания и интересен тут сзади задний подлокотник. Открываете его, и он как бы медленно и автоматически раскладывается, чтобы вы могли на него положить свою руку за центральным подлокотником. Ну, конечно же, кусок синей кожи, и еще бы его там не было, так что даже если у вас опущен центральный подлокотник, то вы все равно сможете любоваться своим синим салоном. А вот если вы опустите этот синий кусок кожи, то вы обнаружите окно в багажник, на случай, если вы захотите перевозить лыжи или другие длинные предметы в вашей Бентли. Как вы видите, это окно закрыто крышкой, а даже у нее есть кожаная ручка. К каждой детали было уделено внимание, только вот эта ручка черная, а не синяя. Как не стыдно! Другая интересная вещь, которая мне тут сзади нравится, это крючки для одежды. Они серебряные, установлены на потолке. Вытягиваете их, и они раскрываются, и на ощупь они очень крепкие. Наверное, самые крепкие крючки для одежды, которые я трогал от Бентли, я меньшего и не ожидал. Далее мы переходим к паре интересных вещей снаружи машины, и пара из них в зеркале. Первое — поворотник на зеркале. Так вот, у многих машин есть поворотник на зеркале, но конкретно этот особенно необычный. Если вы смотрите на него с одного угла, то кажется, что в нем пять лампочек поворотника. Но когда вы медленно идете к задней части машины, то они как бы сливаются в один поворотник, и это изящный эффект. Также необычно в этом зеркале то, что само зеркало обрамлено хромом, чего вы не встретите ни в какой другой машине. Прямо как рамки окон снаружи. Я полагаю, это должно было придавать зеркалам более сильный облик. Далее мы переходим к заду машины, и если вы взглянете на задние фонари, то увидите, что в них есть эти два огромных светодиодных овала, которые включаются, когда включены стоп-сигналы. И они огромные. Любопытно тем не менее, что когда вы включаете поворотник, то включается только обычная лампочка тут снизу. Позже Бентли добавили один из овалов к поворотнику, но изначально, когда вышла эта машина, они еще до этого не додумались, и по какой-то причине так не сделали. Поэтому поворотник – это обычная скучная лампочка. И в заключении рассказа об экстерьере этой машины мы должны увидеть омыватели фар. Перед тем, как я приехал забрать эту машину, она была прекрасно детеллена Чазом, который занимается детеликом здесь, раньше Санта-Фе. И она великолепна. Мне неудобно портить его работу, но не так, чтобы очень. Давайте посмотрим. Итак, это были все фишки и особенности Continental GT пятого года, а теперь время для веселой части. Я сяду за руль и буду ее водить. А на автору есть целых пять таких Бентли в продаже, и цены на них начинаются от двух миллионов рублей. Ссылка есть в описании. Ладно, веду Continental GT. И первая вещь, которую я заметил, когда сел в эту машину, то, что она очень синяя. Я имею в виду очень синяя. Но на самом деле мне это даже нравится. Очевидно, это сочетается с экстерьером, и если вы хотите такую экстравагантную расцветку салона, то почему бы и нет? Это же круто. Так много машин из тех, что я снимал серо-черные и серебряные. И это, по крайней мере, немного более уникально. Я водил много Бентли. Одна из вещей, которую я помню из вождения этих машин, то, что скорость абсолютно невероятная. И поэтому теперь я буду топить. Боже. Что удивительно во всех Бентли, набор мощности в них не такой, как во всех других машинах. Я упоминал это в обзоре Бентайга два года назад. Они набирают мощность не как все остальные машины. Это как будто... Это не как молоток, который сразу вас бьет. Она просто увеличивается и увеличивается, и увеличивается, и похоже на взлетающий самолет. Эти тачки очень, очень невероятные в плане того, как они набирают мощность. Они кажутся очень быстрыми, но не пинают вас как STI или GTR или что-то такое, когда вы такой, о боже мой, в этой машине много технологий уже устарело. Ну, например, мультимедийная система, навигационная система. Это просто прикол, не важно. Но, что не устарело? Две вещи. Первое. Характеристики до сих пор довольно впечатляющие. 15 лет назад они были впечатляющими, и они остались впечатляющими сейчас. И характеристики у нее до сих пор просто вау. Поверить не могу, что она такая быстрая. А другая вещь, которая не устарела. Качество материалов по-прежнему абсолютно превосходное. Нет, здесь нет тачскрина, нет самого лучшего, нет чего-то там в плане современных технологий, но все, что было так прекрасно прострочено 15 лет назад, по-прежнему прекрасно прострочено. Все выглядит чудесно, и это забавно, потому что я еду в этой тачке. Это 13-летняя машина, на ней 48 тысяч километров пробега. Она по-прежнему кажется очень высококачественной. Высококачественной не в плане, о, это было хорошо для 15-летней машины. Эта прострочка салона превосходная. Ничего не скрипит, ничего не гремит. Это необычно, когда ведешь машину такого возраста, все по-прежнему кажется таким же люксовым, как вы ожидаете. Что мне всегда нравилось в этой машине, это то, как она звучит. Она звучит не как спортивная машина, но при этом и не как люксовая машина. У нее такой глубокий звук, который приглушен, но именно настолько, чтобы вы понимали, что эта машина с серьезными характеристиками. В плане управляемости я всегда был впечатлен этой машиной. Она управляется... довольно хорошо для машины такого размера. Рулежка очень легкая, как в люксовой машине. Она совсем не задумывалась, как спортивная машина. Тем не менее, она очень острая. Таким образом, у нее очень легкая рулежка и присутствует некоторая размытость по центру. Но все равно, когда вы на деле проходите поворот, то рулежка довольно острая. Это широкая машина. У нее большие широкие покрышки. И кажется, что она действительно довольно хорошо держит дорогу. Она похожа на приспортивную люксовую машину. Это сейчас становится более привычным, что люксовые машины заодно еще и спортивные. Но тогда Бентли нашли эту замечательную золотую середину между спортивными и люксовыми машинами, которая до того момента была особо не занята. И это по-прежнему довольно впечатляющая машина и в наши дни. Итак, это Бентли Континенталь GT 2005 года. Я понимаю, что надежность этой машины вызывает беспокойство. В конечном счете, это немецко-английская машина с битурбированным 12-цилиндровым двигателем и кучей электроники. Но когда она работает, она очень впечатляющая. Это ультравысококлассная люксовая машина. Это очень быстрая спортивная машина. И еще это относительно доступная поддержанная машина. Три в одном. В итоге это, вероятно, максимум машины, которую вы можете купить за 55 тысяч. Когда она работает. В любом случае, теперь пришло время оценить ее по шкале Дага. Начиная с выходных категорий стайлинга. Континенталь GT симпатичная. Очень хорошо прошла испытание временем и получает 7 из 10. Ускорение проворное. Она разгоняется с 0 до 100 за 4,6 секунды и получает 6 из 10. Управляемость на удивление острая. Учитывая ее размер, она получает 6 из 10. Фактор веселья лучше, чем вы можете подумать. Эта машина очень прикольно водить, и она более захватывающая, чем вы ожидаете, просто смотря на нее. Но все равно, по сути, это люксовая машина с автоматической трансмиссией. Она получает 6 из 10. Фактор крутости всего немного выше среднего. Такие стали уже очень привычными. Она получает 6 из 10. Складывается вместе оценка по выходным категориям 31 из 50, что достойно уважения для такой машины, как эта. Далее повседневные категории, начиная с функции. Эта машина была нафарширована 13 лет назад, но это хороший пример того, как все эти вещи устраивают и перестают быть современными. По нынешним стандартам она получает только 4 из 10. А вот комфорт не устарел. Эта машина по-прежнему остается чрезвычайно комфортным местом для времяпривождения. Она получает 8 из 10. Качество хорошее. Качество салона изумительное, но надежность вызывает сильное беспокойство, и из-за этого она может получить только 7 из 10. Практичность хорошая для купе. Она получает 4 из 10. И, наконец, стоимость. Если бы она была надежная, то она получила бы 10, но если бы она была надежная, то она, вероятно, не была бы такой дешевой. В нынешнем виде это много машины за свои деньги. Но если вы сможете позволить себе держать ее на ходу, и она получает 7 из 10, доводя итоговую оценку по повседневным категориям до 30 из 50, складываем все вместе оценка по шкале Дага 61 из 100, что ставит ее приблизительно в середине среди других люксовых купе. Как вы видите, она также рвет Volkswagen Faiton W12, который имеет много общих компонентов с Continental GT. Перевод и озвучка от студии Exosfera. Находишься в поиске сумасшедшего опыта вождения? Зацени вот это. Команда Дорожкина организует особые путешествия, поездки по лучшим дорогам Европы на спортивных автомобилях. Это идеальный отдых для ценителей эксклюзивных автомобилей, уникальных дорог и неповторимых пейзажей природы. Это развлечение далеко не для всех, но если вы захотите познать настоящее удовольствие от вождения, то вам с ребятами по пути дорожкин.орг Ссылка есть в описании под этим видео.